Еще раз напомню, 7 очков уступает. Нет, все-таки, смотрите, успел. И Куэйв Копс, и Бертон к нему подъезжает. И я вижу сейчас, что и Раймондо тоже. Итак, загораются огни. Впереди 30 кругов дистанции. Кастут и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сэмбертс заглох! Господи, заглох Сэмбертс первого ряда стартового поля, а вперед-то вырывается Палмер. Палмер, но очень широко. Вот там он срезается, и Канамазос следом за ним. Как бы не было наказания, как бы не было наказания за тоже лимиты трассы, а для нас, конечно, это очень тяжелый удар. Сэмбертс в первом ряду стартового поля, и он глохнет в то время, как Лаймер пропустил вперед он. Ой-ой-ой-ой! Ну надо же, Том Дельман! Вы посмотрите, удар! Дар со стороны Ланкастера, он даже руками пытался оттолкнуть переднее крыло. Да, тяжелейший удар сейчас для команды «Русское время», и будем надеяться, что немного очков они потеряют относительно карлинга и рейсинга, инжиниринга. Борется команда в первый же свой дебютный сезон за титул. Вот, вы видите, Сэм заталкивает его, и новый спонсор РЖД, но это только начало. В следующем году будет продолжение, в следующем году будет продолжение с нашими молодыми пилотами. И, может быть, для Тома Дельмана, который здесь проведет два дня тестов в Абудабе, на один день пригласили Митча Эванса тоже попробовать. А на другой машине приятная новость для нас, вот пока у нас пейс-кар на трассе. Артем Маркелов, один из лучших молодых наших пилотов, который только что стал вице-чемпионом Германии в Формуле 3. До этого там он был в Формуле Адак, тоже в первой пятерке. До этого еще в нашем российском картинге и в Ротоксе становился чемпионом. Поэтому здорово провел этот сезон, и вот получил приглашение. Он проведет все три дня на другой машине команды «Русское время» здесь тестов. Но для Сэма, смотрите, для Сэма это практически чуть-чуть чудесное спасение, я бы сказал. Хотя бы немного будет помощь в том, что он успеет догнать пилетон во время пейс-кара. Здесь, конечно, вот этот кадр, знаете, Ланкастера с Дельманом напоминает чем-то инцидент, если помните, у Сумакера. В этом же месте. В этом же месте с Форс-Индии был тогда. И очень опасный момент был, когда, в общем, пилоту по большому счету некуда убрать голову, потому что он очень жестко зафиксированный. Переднее антикрыло Диррест, если мне не сменяет память, тогда, в общем, очень опасно и в близости от шлема Шумахера прошло. Кадры до сих пор поражают. Да, здесь для Бёрда, конечно, теперь задача очень сложная, потому что прорываться на этой трассе тяжело. Рикельми в боксах, но вы знаете, что обязательный пидстоп здесь нет окна, мы уже говорили, да, как в мировой серии, начиная обычно с пятого круга. Но здесь все равно, по ходу, первых двух кругов, если ты заехал, то пидстоп не засчитывается как обязательный. Так что Рикельми придется еще раз заезжать в любом случае. Вот мы видим еще раз, как Бороли здесь. Росси пропустил вперед и Палмера, и Леймера. И вроде бы Леймер почти вышел вперед, но там был момент контратаки затем. И Александр смог, смотрите, в связке второго-третьего поворота вернуть себе место, но только их обоих уже объехал. А вот как побег, прошел Сэма. В этот момент уже Сэма размахивала руками, потому что уже в этот момент знал, что не стартует. Был уже один такой момент по ходу сезона. Очень, конечно, очень обидно этот нервы. И вот двинулась машина, и глохнет она. Еще повезло, что все видели, что хорошее освещение здесь, и широкая стартовая прямая. Теперь Калити, который далеко стоял, мы уже говорили. К счастью, вот никто не начал двигаться, потому что мы видели иногда леденящие души кадры, как раз когда из последних рядов человек просто не видит, перед ним все смещаются, и в последний момент возникает стоящая машина. А вот Калити тоже, кстати, смотрите, срезал следом за... У нас пока нет судейского решения. Может быть, по ходу как раз стартов растят, потому что это с точки зрения безопасности, скажут, что это было срезка, Наср. Тоже здесь избегать столкновений. Хотелось бы еще, конечно, посмотреть, вот эти деда Дельман сейчас справа от него, здесь блокируют, и что же произошло там с Ланкастером, вот здесь Джон. Да, они в бок о бок боролись, вот во второй поворот заходят. Здесь искусственный холм. Здесь Дельман впереди, и Ланкастер борется с Насром. На спуске Ланкастер будет пробовать, я так понимаю, по внешней траектории что-то сделать. Ну, здесь откровенная его вина, конечно, тут победитель двух гонок воскресных в этом году. Англичанин просто, ну, в таком месте не лезут, скажем так. Здесь он на высоком арене, да. Можем вам сказать, прошли мы пешком эту трассу, здесь... Угар был все-таки по шлему. Ой-ой-ой, как бы с шеей все хорошо было у Тома. Ой, он придерживает здесь антикрыло. Мы видели, действительно, в какой-то момент машина просто залезла Хелмера на русское время, и был удар, отклонилась голова.